Экологическая, познавательная, а еще сказочная. Именно такой стала новая экотропа в лесу рядом с ДК Бумажник. Связь очевидна. Когда-то по этим тропам гулял известный детский писатель Лев Кузьмин. Тропу назвали Серебряный Меридиан, о котором Пермяк и упомянул в своей сказке капитан Куко и Зеленое Стеклышко. Проверим ваши способности. Экотропу два года назад разработал коллектив библиотеки номер 16 под руководством Натальи Ощепковой. Объединив литературную часть с познавательной. Так на маршруте появились тематические точки. Например, зеленый магазинчик. Почему так называется эта точка? Кто из вас помнит? Потому что наши с вами бабушки, ваши прабабушки, прадедушки и прапрадедушки приходили в лес, как в магазин. Протяженность маршрута 600 метров. На тропе установлено 4 информационных стенда. Оборудована зона отдыха, детская игровая площадка. В благоустройстве большую помощь оказали самовцы. Участники молодежной организации ПЦБК «Союз активной молодежи». Мы с Союзом активной молодежи очень долгое время курировали эту экотропу. С момента задумки еще. Мы расчищали территорию от упавших деревьев, спиливали всевозможные ветки и прибирали ее. Пройдя по маршруту, можно узнать много нового о важности леса в жизни человека. Об экологических акциях, которые проводит ПЦБК в рамках нацпроекта «Экология». Первыми прогулялись по тропе третиклассники 123-й школы. Мне нравится, потому что тут стало так чисто, воздух стал лучше, и животные стали лучше дышать. Я хотела бы напомнить всем, чтобы они обращались с лесом как к дому. Цель любой экотропы как раз состоит в том, чтобы ребенок мог ощутить кору дерева, пощупать. То есть посмотреть, какие иголочки у пихты и чем она отличается от елки. Это очень важно. В планах продлить экотропу, а в самом начале маршрута рядом с Дворцом культуры разбить сквер «Страна моего детства». Первые эскизы нового парка уже разработаны.